Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Сокращений пока нет, но стоит ли ждать реакции алтайского рынка труда на введение санкций? Поставки оборудования и совместные консилиумы на паузе. Пострадают ли от экономических запретов алтайские онкобольные? С 15 марта по 1 июля сегодня стартовал новый этап туристического кэшбэка. Каков спрос на отдых на Алтай? В Алтайском крае, как и по всей России, начали ввести мониторинг ежедневной занятости сотрудников. Решение о его проведении было принято федеральным правительством еще 24 февраля и к его выполнению постепенно присоединились все регионы. Об этом сообщила сегодня начальник управления края по труду и занятости Надежда Капура. Я хочу сказать, что работодатели в силу последних изменений 2021 года в законе о занятости, в законе Российской Федерации о занятости населения должны оперативно на ЕЦП размещать информацию, как о принятии решения об изменении графиков работы, введении режима в простое, неполного рабочего дня. На данный момент, согласно мониторингу, известно, что 8 предприятий Бийска сообщили о возможном сокращении 40 человек. По словам Капуры, это в основном сотрудники госорганов. С введением санкций ситуация никак не связана. В целом, с начала года число безработных, по данным управления края, не увеличилось, а, напротив, снизилось с 16 тысяч до 15 тысяч 700 человек. Но не исключено, что в ближайшее время рынок труда еще отреагирует на экономические запреты со стороны Запада. Отразятся ли санкции на онкобольных пациентах? Этот вопрос сейчас волнует тысячи людей в крае, которым пришлось столкнуться со страшным диагнозом. Будут ли продолжаться поставки лекарств и можно ли поставить крест на сотрудничестве наших и зарубежных специалистов в области онкологии, расскажет Ирина Корчагина. В этом отделении никогда не бывает пусто. В среднем у 70 детей в Алтайском крае ежегодно выявляют онкологию. Еще порядка 700 пациентов находятся на учете. Отразятся ли санкции на такой уязвимой категории? В Центре охраны материнства и детства нас заверили, пока проблем с препаратами нет. Те лекарства, поставка которых была запланирована на этот год, закупаются и в этом вопросе у медиков нет паники. Импортзамещающие технологии внедрены давно. И в медицине внедрены они уже лет пять, наверное. Поэтому большинство наших препаратов, они отечественного производства. Вопросы с субстанцией, ну опять же не знаю, там чья она эта субстанция-то была, если китайская, так, наверное, вообще вопросов не возникнет. Есть препараты, которые используются очень редко, ну в частности иммунотерапия, про которую много там по телевизору говорят, нейробластомы лечат. Ну, во-первых, это крайне штучные пациенты. Закупка ведется через фонд при президенте. И на пока я не слышал, чтобы были проблемы с тем, чтобы не было поставок препаратов для детей нашего профиля, ну то есть тяжелая гематология и онкология из других стран, включая Америку. Российско-американский противораковый центр на базе Алтайского госуниверситета. Совместно с учеными из штата Аризоны здесь занимаются разработкой диагностических методик, которые помогают выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Уже сейчас понятно, неизбежные проблемы, связанные с доставкой зарубежного оборудования, расходных материалов, с их ценами, все это может замедлить исследование. Когда наши ученые смогут поехать на стажировки и конференции в Америку, тоже пока вопрос открытый. Но самое главное на сегодняшний день – ученые двух стран не разрывают свое сотрудничество. Я буквально на прошлой неделе разговаривал с нашими коллегами, со Стефаном Джонстоном. Как раз мы обсуждали уже будущие планы. Ни с его стороны, ни со стороны университета штата Аризоны нет никаких препятствий для того, чтобы этот проект продолжался. И более того, к нам еще присоединяются коллеги из Вьетнама. Они хотят открыть такую же зеркальную лабораторию и заниматься диагностикой онкологических заболеваний. Потому что эти заболевания никуда не уходят. Естественно, что остаются актуальны даже в сложное время. Еще один немаловажный момент. Пока непонятно, как будут обстоять дела с закупкой оборудования в больнице региона и с их обслуживанием. Этот вопрос мы адресовали в Минздрав Алтайского края. И в ближайшее время обязательно еще раз вернемся к этой теме. Ирина Корчагина, Алексей Фритин, Александр Антропов. День с толком. Еще раз напоминаем, будьте внимательны, когда читаете новости. Не все из них правдивы. Далее уже ставшая традиционной в последнее время рубрика «Антифейк». Передаю слово Софии Яценко. Новость о закрытии в России ресторанов быстрого питания «Макдональдс» вызвала массу обсуждений. И пока одни россияне радовались, аргументируя свои эмоции тем, что наконец-то в стране станет меньше вредной еды, другие сильно горевали и даже собирались устраивать прощальные обеды. Однако аппетитные булочки с горячими котлетками покидать Россию не спешат. «Макдональдс» продолжает работать в разных городах страны. Например, «Комсомольская правда» сообщает о продолжении работы сети фастфуда в Москве. После дня «Икс» Мак продолжил кормить и барнаульцев. Такая публикация появилась на Банкфаксе. По словам директора по маркетингу гида, все филиалы работают в штатном режиме. Распоряжение по закрытию от руководства не поступало. Также, по ее словам, компания управляет 25 ресторанами «Макдональдс» в Новосибирской, Томской, Кемеровских областях, Республике Алтай, Красноярском и Алтайском краях. В Барнауле, к слову, работают три ресторана в торговых центрах «Весна», «Лето» и «Галактика». Так что все слухи о закрытии «Макдональдса» оказались фейком. Жители России останутся без сахара. О том, что стране грозит дефицит сладкого песка, писали разные СМИ, в том числе и федеральные. Так, например, в публикации «Коммерсанта» сказано, что отсутствие сахара возникнет из-за санкций и разрыва транспортных цепочек. Однако позже выяснилось, что эта новость тоже фейк. То, что опустили полки в некоторых магазинах страны, это лишь потому, что поставщики ждут увеличения цен, а потому временно снизили свои поставки. Так прокомментировал ситуацию статс-секретарь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Также он заявил, что в стране полно сахара. Кроме того, пустые прилавки возникли в том числе и из-за искусственного ажиотажа потребителей. Россияне начали скупать сахар, как в начале пандемии. Но опасаться дефицита все же не стоит. Сахара хватит всем. Лондонская точка обмена интернет-трафиком отключила Мегафон и Ростелеком. Такая новость появилась на сайте Хабр. В публикации говорится о том, что такие изменения повлияют на скорость интернета для пользователей в России, так как трафик пойдет через Азию. Однако вскоре СМИ буквально один за другим начали опубликовать опровержения. Фейк прокомментировали в Минцифры. По словам ведомства, на скорость и качество соединения отечественных операторов отключение не повлияет. Трафик будет распределен на другие узлы обмена интернет-трафиком. Не остался в стороне и Мегафон. В компании заявили, что за последние несколько лет интернет-трафик, который проходил через лондонскую точку обмена, значительно снизился. Поэтому в конце прошлого года они сами запланировали прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. До 10 и больше звонков в день. Последние пару недель растет число желающих получить психологическую помощь. Так специалисты учебно-консультативного центра педуниверситета связывают это со сложной обстановкой, в которой оказались жители России. Тревожность родителей передается детям, а центр как раз специализируется на психологической помощи семьям с детьми. Всем ли она доступна и как сохранять спокойствие? Расскажем далее. Алла, расскажите, пожалуйста, по какому вопросу вы бы хотели обратиться к психологу? Центр всегда пользовался популярностью у родителей, а теперь, со слов администратора, звонков прибавилось. Время непростое. Сейчас очень сложно отключиться и быть не политикой, не знать этих новостей. Сейчас они повсюду и в интернете, по телевизору. Но все эти переживания, нервы, они сказываются на мне, на моем психическом здоровье. И дети, ну, маленькие, очень сильно это впитывают. Ну, возможно, и большие. А как ребятишки себя ведут? Вот если повышается у вас тревожность, они как реагируют? Они начинают капризничать, им нужно больше внимания моего. Больше внимания и больше общения семейного. С тех пор, как в жизнь пришел ковид, многим стало сложнее чувствовать себя спокойно, отмечает специалист центра. Последние пару недель только добавили тревожности. Что такое стрессовая ситуация для человека? Огромная куча негативных мыслей, которые не выстроены в какую-то логическую цепочку. И из-за этого человек впадает в эмоциональное состояние стресса или ступора. В этой ситуации прежде всего надо найти свои ресурсы, они есть всегда. Подумать, чем отличается ситуация от того, что было месяц назад, две-три недели назад. Вернуться в то состояние и продолжать жить не ради себя, а хотя бы ради своих близких. Мы вот с Ольгой Геннадьевной разговаривали о том, как вот пройдет сегодняшний вечер. Я думаю про будущее, как дальше жить с этим ростом цен. Я сейчас в декрете, то есть цены повышаются, соответственно, детям хочется дать хорошее образование. А про сегодняшний день я как-то не задумывалась. И когда меня возвращают, что вот сегодняшний вечер, на сегодняшний момент же пока все хорошо. Психологи советуют думать о позитивном, заняться теми вещами, которые вызывают положительные эмоции, причем вместе с детьми. Кстати, бесплатную психологическую помощь в центре может получить любой родитель с детьми до 18 лет. После звонка ждать придется не более трех дней. Помогают не только в Барнауле, специалисты есть и в районах края, порядка 80 человек. Телефоны указаны на сайте учебно-консультационного центра «Мир детства». Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Жители Алтайского края подали 24 с лишним тысячи заявок на догазификацию. Об этом сегодня говорили на региональном штабе в правительстве региона, где приняли участие и представители «Газпрома». Общая сумма договора на догазификацию населения региона – 21 миллиард рублей. Почти по 7 тысячам заявок от жителей заключены договоры. Из них для 2,5 тысяч доведены до участка газораспределительные сети. В целом потенциал догазификации на Алтае министрам оценивается в 73 тысячи домовладений. При полной газификации 73 тысяч домовладений расчетный показатель уровня газификации возрастает до 21,5-21,6%. На сегодня базовый уровень 16,5%. Я защищался, прошу меня полностью оправдать. С такими словами сегодня на очередном судебном заседании выступил Михаил Старцев, участник резонансной драки на Старом базаре, в которой погиб Барнаулец Павел Рохлов. Во время судебных реплик стороны могли высказать замечания. Так, стороны защиты Старцева выступили с ходатайством еще раз изучить медицинскую экспертизу. А сторона обвинения высказалась против этого, однако суд пошел навстречу стороны обвиняемого и ходатайство удовлетворил. Светлана Рохлова, жена погибшего, в свою очередь готова была предоставить видео, которое, по ее мнению, могло бы изменить решение суда. По словам вдовы, на кадрах видно, как Старцев уже после того, как Рохлова забрала скорое, продолжил драку с Лопатиным. Суд видео не принял. Представители Рохлова также просили судью обратить внимание на тот факт, что после смертельного удара Старцев хотел сбежать. Мол, такие показания он давал на первом допросе. Сам Старцев счел это наговором. Но свое последнее слово по громкому делу Михаил Старцев скажет 21 марта. Приговор же должны огласить до конца марта. К другим темам. Ажиотаж на отдых внутри России этим летом прогнозируют туристические фирмы. Причина возросшего спроса, по словам экспертов, закрытый по многим направлениям границы и кэшбэк. Уже с сегодняшнего дня он начинает действовать при покупке летнего тура по стране. Как вернуть часть потраченных средств за путешествие и о нюансах госпрограммы, расскажет Анара Шагирова. 15 марта стартовал новый этап программы туристического кэшбэка. Напомним, ранее в Ростуризме планировали, что в этом году будет только два этапа – зимний и осенний. Но во многом из-за геополитической ситуации правительство решило запустить акцию весной. А это значит, что часть средств, потраченных на летний отдых по России, покупатель тура сможет вернуть. Путешествовать по программе можно, начиная с сегодняшнего дня по 1 июля, причем неограниченное количество раз. Нужно выбрать тур или свое путешествие. В состав тура можно включить и перелет, и страховку, и экскурсионные услуги, и трансферы, и проживание, и питание, и какие-то дополнительные услуги. Приобрести полный пакет тура и получить на него возврат, сделать его дешевле на 20%. Чтобы сэкономить на летнем отдыхе, нужно соблюсти ряд условий. Приобрести тур от двух ночей до 1 мая, из документов потребуется только паспорт. Оплатить тур картой МИР, на нее в течение нескольких дней вернется кэшбэк. Вернуться из путешествия нужно будет до 1 июля. Подчеркнем, покупателю тура вернется не более 20 тысяч рублей. Спрос на путешествие, несмотря даже на экономическую нестабильность, уверяют в турфирмах, будет высоким. К примеру, только за полдня старта продаж, туры в одной из барнаульских фирм приобрели 10 человек. Июнь – это уже прекрасное время отдыха, отпуска и морских направлений. На нашем Алтай уже тоже хорошая погода и хороший отдых. Поэтому программа в этом году должна пользоваться очень большим спросом. Все, что происходит, это происходит, а отдых, в принципе, каждый планирует, тем более внутри своего региона. А вот если вы планируете отдых с семьей, и стоимость тура будет больше 100 тысяч рублей, например, 200 тысяч, то можно разделить стоимость путевки, например, с одним из супругов. И тогда и ему на карту, и вам вернется по 20 тысяч. Экономия в 40. Детский отдых в этом году тоже ждет бонус. Программа кэшбэка для отдыхающих в лагерях стартует 31 марта. Откроется сезон уже 1 мая. Родителям вернется половина стоимости путевки, но тоже не более 20 тысяч рублей. С 1 апреля в Барнауле начнут принимать заявления на зачисление детей в первые классы. По этому поводу сегодня провели онлайн-конференцию, где рассмотрели ряд проблемных вопросов. Порядок зачисления останется прежним. Однако условия приема несколько изменили. Теперь сестры и братья смогут обучаться в одной школе, независимо от места их проживания. Напомним, в прошлом году зачисляли в одну школу только тех, кто проживал совместно. Неизменной останется категория льготников, а вот проблема с зачислением в школу рядом с домом пока остается на том же уровне. Идет закрепление детей по микрорайону школы. В случае невозможности определяется ближайший микрорайон и так дальше. Поэтому по некоторым новостройкам, к сожалению, не рядом с домом дети будут закреплены. Но все у нас обеспечено транспортной доступностью предела города. Списки будут сформированы в начале июля. К слову, по предварительным данным, в этом году ожидается порядка 10 тысяч первоклашек. Ну а в возах края начались первые пробные экзамены по ЕГЭ, хотя до старта единого государственного для школьников еще два месяца. Как и всегда, одним из самых тяжелых предметов остается физика. Сегодня спрос на инженеров вырос, а вот интерес к этому направлению нет. В этом году в Барнауле 500 учащихся будут сдавать этот предмет. Это лишь восьмая часть от общего числа выпускников. В ком или чем проблема, разбиралась Анастасия Наборщикова. В 21-м году по всей стране ЕГЭ по физике написали 128 тысяч школьников. По словам специалистов, это немного. Но в 22-м таких ребят будет еще меньше. Сегодня в Алтайском техническом университете бюджетных мест больше, чем будущих инженеров. Физику, к сожалению, сдают каждый год, выбирают качественные предметы все меньше и меньше ребят. Соответственно, когда доходит дело до реального поступления, мест для тех ребят, кто сдал физику, просто в разы больше, чем для тех, кто сдал литературу. Соответственно, даже ниже среднего сданной физика, лишь бы не на двойку. Это те, что называются единицы. В техническом вузе для школьников прошел экзамен пробный. Абитуренты заполнили копии настоящих бланков и получили задачи, как на ЕГЭ. Овчарок и камер, конечно, не было, но каждый понял, что ему предстоит. У нас есть пробники, но они же проводятся не как ЕГЭ. Как-то я к этому отношусь не очень серьезно. А то все равно ты уедешь в другую аудиторию, ты пишешь в каком-то другом классе, с другими детьми. Я же никого не знаю. Я из Тольменки. Все так удивляются, что я из Тольменки. Удивлены и тому, что в Тольменке вообще есть педагог по узкой дисциплине. Сегодня в районах учителя физики редкость. Не хватает их и в городах. В УЗИ говорят, это главная причина недобора. У школьников попросту нет возможности изучить предмет. В деревне есть либо педагог-пенсионер, либо онлайн-репетитор. Они готовят одного-двух. Правда, самим школьникам физика очень даже интересна. Она окружает нас повсюду. Ну, допустим, диффузия, когда завариваем пакетик чая. Твоя специальность какая будет? Строительный факультет. Потому что я уже попробовал себя в этой профессии, а я на стройке работал. В этом году выпускников в Алтайском крае более 10 тысяч. Из них ЕГЭ по физике сдадут всего полторы. И это в то время, когда в стране остро нужны инженеры, айтишники и, прежде всего, учителя физики. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Идеальное тело не к лету, а круглый год. Но участники чемпионата Алтайского края по бодибилдингу держат себя в тонусе всегда. Это они доказали на очередном краевом турнире. О его ходе и закулисье чемпионата изящества и мощи в сюжете Дмитрия Дроздова. Не грамма жира, только мышцы и четкий рельеф. Перед выходом на сцену атлеты активно разминаются, чтобы представить свое тело в лучшем виде. Увеличивает тебя в объемах, грубо говоря. Делается прямо перед сценой, чтобы выглядеть более эстетично. Но пока одни тренируются, другие релаксируют. Точнее, спокойно лежат, чтобы успокоить мышцы. Сейчас на гриме стояли два часа. У нас спины устали, хочется полежать. К слову о гриме. Это важная составляющая. Он нужен для подчеркивания рельефа мышц. Сейчас уже вряд ли что-то можно испортить, но лучше, да, улучшить правильно нанесенным гримом. Приведение себя в такое спокойное состояние ума и благодаря этому показать максимальный результат позирования на сцене. Больше ста атлетов из разных уголков Сибири представлены в 19 номинациях. Две из них женские, а не новые. Это велнос, упор на большие и накаченные ноги. И так называемый артистик фитнес с элементами акробатики и обязательно в ярких костюмах. Клеопатра – это особенная женщина, которая смогла покорить тысячи сердец, остаться уникальной со своим стилем. И именно этот стиль хочу я принести всем и показать, какая она была уникальная в своем танце. Чем будете удивлять зрителей? Артистизмом. На главном центральном месте пьедестала чаще всего алтайские атлеты. И среди них как раз немало женщин. Рядом из Кемерово и Новосибирска. Победителей ждет чемпионат России. Он пройдет в апреле в Челябинске. Там конкуренция мышц будет еще мощнее. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы. Смотрите завтра в это же время. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова